Смотрите, значит, меня зовут Дмитрий Малогловец, я где-то работаю как QA, инженер, у меня опыт общий где-то лет 8 или 7, в основном это автоматизация, последние 2-3 года я занимаю, я как на проектах выступаю в роли Team Lead, вот, я работал с Cucumber достаточно долго, я знаю, что есть люди, которые выступают против него, есть люди, которые поддерживают использование этого Cucumber, сегодняшняя наша сессия, я попытаюсь все-таки представить все позитивные моменты Cucumber, и буду готов выслушать ваши вопросы, если у вас появятся какие-то against Cucumber на проектах, значит, я затрону вообще, почему, тему вообще, почему была необходимость ввести подобный инструмент, создать его, вот, затем, кто из людей, которые участвуют в разработке программного обеспечения, наиболее заинтересованы в использовании этой штуки, и я думаю, что мы еще затронем несколько практических вещей, я покажу, как мы на проектах используем Cucumber, вот, и насколько это легко, я так думаю, что я убежу вас в этом, что его использовать на проектах, значит, Собственно, почему Cucumber, ну, была необходимость создать такой инструмент, как Cucumber, и вообще языки Грэнкин, да, то есть, Cucumber это разновидность языков Грэнкин, и очень часто на проектах было много багов, и в основном эти все баги шли от недостатка коммуникации, то есть, приходили какие-то задания, разработчик там, вернее, как, обещается BA или Product Owner с заказчиком, выясняют какие-то требования, соответственно, так как это один-на-один коммуникация чаще всего происходит, и очень много недопониманий остается, плюс заказчик не всегда сам знает, что он хочет, то есть, и опытные BA, конечно, могут это все разрулить, но, как показывает практика, все-таки какие-то гэпы остаются, соответственно, BA, собрав эти требования с заказчика, создает тикеты, идет к девелоперам, к лидам, вот, обсуждают это все, и, соответственно, это все выливается в тикеты в Jiri или в другой трекинговой системе. Они, эти requirement, да, они чаще всего, опять же, то есть, из-за недостатка коммуникации, из-за того, что эти, не всегда люди записывают, ну, просто, просто лень реально записывать эти проблемы, которые заказчик озвучил и прочее, документировать их. Вот, соответственно, вот, из-за такой, не знаю, полукаши разработчики начинают работать с этими требованиями, которые, как бы, недостаточно хорошо описаны, недопоняты и прочее, и начинают имплементировать код. И, как показывает практика, перед релизом, вот, у меня прошлый проект очень часто такое возникало, что заказчик говорит, что, а что это вы сделали, то есть, и почему, как бы, это так, а мы же рассчитывали так, мы говорили так, и таким образом происходит rework, вот. И потом, вот это вот все, legacy, оно достается тестировщикам, которые, ну, я вот, как представитель тестировщиков, командой тестировщиков, вот, вынужден тоже с этим работать. И тестировщики начинают коммуницировать с девелоперами, с бизнес-аналитиками, и иногда даже с заказчиками в очень таких плохих случаях, когда очень все плохо организовано на проекте. Начинают выяснять требования, понимать, спрашивать, почему так, почему не иначе, кто так решил, кто не так решил, очень тяжело найти человека, кто все-таки, иногда эти, ну, иногда несколько каких-то продакт-овнеров, это вообще ад, адский получается. И так как коммуникация в основном устная, и единственный человек, который записывает эти все требования, это BA, то есть возникают вот такие подобные проблемы с пониманием, требованием того, что мы разрабатываем, что мы тестируем, и вообще можно ли это протестировать, подобные требования. Соответственно, в какой-то момент люди пришли к тому, что в индустрии, что нужно это как-то описывать, и нужно создавать какой-то инструмент или способ коммуникации, который бы позволил вот всем перечисленным мною участникам процесса говорить на одном языке, понимать требования по одному, и, то есть, очень важно, очень важный аспект здесь это их записывать. Да, и так как разработка программного обеспечения, ну, все мы знаем, да, происходит на разных языках, то есть, соответственно, была задача, чтобы данные, как бы, требования, они были еще и исполняемыми, ну, в случае, так как я, ну, Automation QA Engineer, вот, то это очень важно, чтобы они еще были исполняемыми, эти требования, чтобы не приходилось писать еще какие-то прослойки для выполнения данных тестов. Вот, ну, языки, то есть, имплементация кукумбера есть на Java, на Sharp, на Ruby, соответственно, на PHP, я знаю, вот, то есть, ну, вот, соответственно, значит, поговорим сейчас о кастомерах, которые, собственно, являются генераторами, ну, должны, по крайней мере, являться генераторами требований, вот, вот, и почему этот инструмент, он был бы им полезен. Это, в первую очередь, это общий язык, опять же, то есть, это вообще очень важно на, ну, на проектах, чтобы все говорили, понимали, писали, делали одно и то же, и не было вот этих gaps в коммуникациях. А заказчик, если пишет эти требования на Domain Specific Language, DSL, вот, то есть, это то, что специфично для проекта, то, что понимают все люди, которые, тот язык, который понимают все люди, которые участвуют в процессе разработки, вот, это относится к четким, понятным требованиям. Дальше. Очень важно тоже со стороны заказчика, чтобы он мог это как-то померить. То есть, если заказчик описывает какое-то поведение системы, используя язык Грэнкин, да, и, в частности, Кукумбер, его, одну из имплементаций, то он, соответственно, может померить то, что выдает команда. То есть, если это, если все, ну, все требования, если команда выбрала... Атики, в мене пропав звук. В мене тоже. Дим, мы тебя не слышим. Дима, Виталийвс. Значит, кастомер в процессе, как бы, рождания, что ли, этих требований, которые, вот, он хочет, чтобы, ну, программное обеспечение было написано так или иначе, он вынужден коммуницировать с BAM, QAM и DEV, вот, для того, чтобы, ну, со временем. Это все не сразу происходит, но со временем. То есть, он набирается сленга от людей, да, которые участвуют в процессе разработки, и, таким образом, он начинает говорить на более понятном им языке, что, соответственно, убыстряет процесс разработки, и требования становятся более ясными и четкими, потому что язык, на котором он говорит, понятен всем участникам. Также заказчик, он имеет возможность измерить сам процесс разработки, то есть, не используя какие-то, там, обычно менеджеры предоставляют заказчику какие-то стандартные графики, там, количество выполненных тикетов и прочее. То есть, если используется, ну, подход BDD, да, к этому, к разработке, в частности, язык у кумбер, в котором описаны эти все требования в виде степов, заказчик видит и понимает, какой степ находится в разработке сейчас, и что блокает, то, соответственно, он, ну, видит prediction вообще всей ситуации, визибилити, и для него, на самом деле, в момент, там, при релиза, да, у него очень мало сюрпризов, что, соответственно, его должно радовать. И вот, участвуя в этой всей штуке, соответственно, заказчик в разработке требования, он весь в работе, он с командой, он понимает вообще, что происходит. Опять же, это визибилити для него и меньше стресса, и меньше, там, каких-то вопросов, меньше контроля, на самом деле, если заказчик понимает, где, на каком степе мы находимся. Вот. Для менеджера, что, наверное, самый важный пункт, да, это то, что организовать работу так людей, чтобы они понимали друг друга, и как можно меньше было вот misunderstanding, miscommunication между членами команды. То есть для менеджера это, скорее всего, самая вот важная штука, это вот talk with one language. Соответственно, да, для менеджера это тоже является средством померить, все-таки на каком этапе находится процесс разработки, опять же, отслеживая имплементацию всех степов, отслеживая, как бы, результаты запуска тест-кейсов, вот. Ну и, соответственно, быть уверенным на все 100%, если все хорошо. Разработчик, как и все, тоже общается на одном и том же языке. Для разработчика использование кукумбер BDD стиля описания требований это четкие реквайрменты, на которые он может сослаться в случае, если начинаются какие-то споры, недопонимания и прочее. Есть письменно оформленные требования, которые, если в случае, если они в результате заканчиваются запуском автоматических тестов, эти степы, они еще и up-to-date постоянно, потому что, ну, тесты будут просто фейлиться, если что-то поменялось и эти изменения никаким образом не отрефлексированы на… в письменном виде, в наших сценариях, в наших реквайрментах. Вот, то есть, ну, разработчик защищен, ну, то есть, он видит четкие требования, видит их описанными, они up-to-date всегда, он… они описаны на понятном языке для всех, они не могут быть трактованы, ну, опять же, в каком-то более-менее приближенном к идеальному миру, они не могут быть истрактованы как-то иначе, чем как они написаны на языке. Вот, ну, за этим, за однозначностью трактовки этих требований будут следить тестировщики, но, соответственно, разработчик будет потребителем данных требований вот… на данном моменте. И если что-то происходит с системой, и ее нужно рефакторить каким-то образом, то, опять же, эти все степы, которые описаны, эти все реквайрменты, так как они up-to-date, и при запуске автотестов будет, как бы, разработчик получает немедленный фидбэк по тому, что он, ну, если, не дай бог, что-то там неправильно нарефакторил, и он получает немедленный фидбэк, и поэтому, как бы, ну, все мы боимся рефакторить что-то, не трогать, что работает, но данный инструмент, он, как бы, позволяет защитить вот от таких вещей, как что-то поломал после рефакторинга и так далее. Опять же, это все из-за того, что все документировано, все описано, все тесты являются… реквайрменты являются автотестами одновременно. О тест-инженерах. Опять же, то есть, немаловажный момент для тестировщика – это четкие, четко описанные и зафиксированные на бумаге реквайрменты, из-за чего вот этот весь сыр-бор, да, то есть, какой-то конечной точкой использования кукумбира на проекте – это то, что эти реквайрменты являются автотестами. Это, ну, самая важная штука здесь, потому что, если кто-то что-то меняет, это сразу же видно. То есть, если нормально организован процесс тестирования и, там, тесты проходят после каждой сборки, то есть, это сразу же все видно. То есть, реквайрмент поменялся, сразу видно, что тесты не так, и об этом, как бы, все знают. Ну, окей, занимаются мейнтейном этих автотестов тестировщики, но все знают, что-то не так, и, соответственно, это визибилити добавляет команда. Дальше. По… Если, ну, то есть, всегда есть необходимость писать тесты, и если… Ну, существует много проектов, на которых есть текучка людей, и каждый человек, он пишет тест-кейсы, реквайрменты и прочее, вообще документацию в каком-то своем стиле, который, как бы, иногда бывает понятен только ему, вот, что, ну, неприемлемо в современном мире, и много людей, ну, люди должны уметь читать чужие, и понимать чужие, как бы, мысли и автотесты, вот. Соответственно, этот инструмент, он позволяет, как бы, немного, скажем так, ну, правильно ограничить, как бы, фантазию тестировщиков, и он их… И тестировщики начинают писать в одном стиле. Все тесты, соответственно, это тоже очень большой плюс при разработке программного обеспечения, когда на проекте участвует много людей. И, опять же, то есть я повторюсь, что я говорил, что это реквайрменты, тесты, они всегда up-to-date, потому что если что-то не up-to-date, получаются фейлы, получаются эскалации там выше-выше и до кастомера, вот. И, соответственно, это приводит к тому, что вообще все visible на проекте, то есть, ну, да, это… есть немного риски, когда есть проекты, где очень много все что-то скрывается где-то куда, но этот инструмент, он добавляет visibility очень большого. И, соответственно, если команда профессионалов, взрослых профессионалов, то это очень полезная штука. Окей. По самому коду, по самому фриворку, то есть, как мы на проектах обычно организовываем уже маппинг реквайрментов, степов на джава-код, то есть преобразовывая их в автоматические тесты. Да, перед этим я скажу еще несколько слов о том, что о моем опыте в применении инструмента Cucumber для UI, части тестирования и backend тестирования. Ну, то есть, все отталкивается от того, насколько вот простое приложение. То есть, если приложение довольно сложно и описано тоже как-то непростым языком неправильно, то, соответственно, написание автотестов для UI-части, оно становится очень каким-то адом. То есть, там, особенно если это Legacy приложение, и много разработчиков сменилось на него, и каждый стиль, и каждый… кто-то дивы использует, кто-то спаны, если это касается HTML-разметки, да, то это иногда приводит к тому, что одну и ту же similar функциональность приходится описывать по-разному. Вот. Вот это из минусов проекта. Но если проект, как бы, он well-documented, и одни и те же люди довольно-таки долго работают над проектом, то проблемы с UI-тестами и использованием Cucumber не возникает. Вот. Что касается бэкэнд-части, использования инструмента Cucumber для бэкэнд-части, я считаю, что это, ну, вообще, то есть это просто идеальный какой-то инструмент для подобного вида тестирования, потому что любое тестирование какого-то там REST-сервиса можно разбить там на простые степы – это получить base URL для какого-то сервиса, с которым мы работаем, да, получить, засетить путь к endpoint, указать хедеры, в случае, если это пост-запрос указать body, указать тип этого body, то есть XML, там, swap, там, или JSON обыкновенный, сделать call, получить статус-код, проверить статус-код, который вернул response, проверить хедеры и проверить body, то есть вот там максимум 10 степов необходимо для того… Ну, а еще бывает еще штука, что нужно залогиниться, то есть получить какой-то autification token, да, от сервера и потом уже работать со следующими степами и вылогиниться в конце, то есть вот максимум вот этих вот 10 степов необходимы для описания полного, как бы для создания фреймворка, что ли, для тестирования API. и я чуть позже покажу, как, ну, пример того, как мы это используем, вот, но… что это такое… то есть, ну, мой акцент, мой акцент и message в том, что человек садится, QA-разработчик, либо это может быть девелопер на разных проектах по-разному, описывает этих 10 степов, 10 маппингов создает, и все, что он дальше делает, это просто как бы меняет какой-то там body, меняет, допустим, body в реквесте, да, и body в респонсе, соответственно, это все манипуляции необходимые для создания нового теста, либо для мейнтеннца старого теста, то есть мейнтеннц сводится к минимуму, время для разработки, для создания нового тест-кейса или для покрытия тестами фиши тоже сводится к минимуму, потому что человек занимается только написанием тестов, он не разрабатывает инфраструктуру для тестов утилиты, не кодит часто, то есть все… Дальнейшее его действие – это только узнать рекварименты, написать тест и как бы запустить тесты, все. Дальше, это все касается степов, и что касается… Ну, все мы как бы понимаем, что можно организовать эти степы, там, тесты в фище файлы, которые фище файлы – это, соответственно, набор тестов, который покрывает какую-то фичу. Что еще хочу здесь добавить? Если мы возьмем там, захотим сравнить с юнит стилем написания в тестов, там, используя JUnit или TestNG, использование кумбера при этих всех вещах, он добавляет еще один уровень. Иногда люди говорят, что этот дополнительный уровень абстракции, он лишний, он не нужен. Но я, типа, не соглашаюсь с этим, потому что я, как разработчик автоматизированных тестов, я получаю большее флексибилити для того, чтобы я могу какую-то логику заимплеметить на одном уровне, либо на другом уровне. То есть, опять же, у человека, у разработчика тестов появляется очень много возможностей реализовать какую-то логику, что ли, на разных уровень, и при этом не зааффектить вообще всю структуру реквариментов запуска автотестов. То есть, человек может индепендент работать с имплементацией каких-то конкретных степ. Соответственно, как и, это вкратце сейчас пробегусь по этой вещи, это, что как кукумбер, как и тест-н-жей, как и джи-юнит имеют аннотации before степа, да, after степа, и это тоже позволяет добавлять какую-то определенную логику. Таги. Очень тоже полезная штука, когда в сценарии, там, мы… Например, когда нужно запустить одни и те же тесты на разных инвариментах, и так как разные инварименты, как правило, содержат разные базы данных, и, соответственно, ожидаемые результаты от, допустим, API-кола на одном инварименте и от API-кола на другом инварименте могут быть другими, то с помощью тагов мы можем, опять же, использовать один и тот же тест, но запускать его на разных инвариментах с разными ожидаемыми результатами. Вот. Потом с помощью тагов можно говорить фреймворку, какой before и after метод нужно запускать. Для этого достаточно в аннотации просто указать это имя тага и все. И тогда метод, которым аннотирован при кондишен, он будет выполняться только для определенного тага. Он не будет выполняться для других тагов. Как дополнительная плюшка, кукумбер тоже имеет свою интеграцию со спрингом, соответственно, если на нашем проекте мы используем вот эту интеграцию, то есть на самом деле у нас получается, что если задаться целью и создать этот фреймворк для тестирования бэкэнд части и взять этот коммитмент, то за неделю можно создать фреймворк с минимальной необходимостью мейнтеннесса и за первую неделю создать эту всю инфраструктуру, фреймворк, собственно, описать эти 10 степов, которые я обозначил раньше и в следующие дни только заниматься написанием тест-кейсов. И без даже компиляции, без изменения кода. То есть меняя только фичи файлов, в котором, собственно, описаны все тестовые сценарии и которые, соответственно, являются реквайрментами. Несколько слов о плагинах. Это, ну, то есть, опять же, IntelliJ и Eclipse, они имеют множество плагинов для работы с кукумбиром, jbehave, как разновидностью тоже грэнкинг стиля языков, вот описание требований. Вот такой пример, как выглядит каждый тест-сценарий с использованием кукумбира языка. И опять же, то есть, просто напоминаю, что это и является требованием для разработчика, менеджера, ну, менеджеру меньше, конечно, вот, но со стороны заказчика это тоже является требованием. То есть заказчик, допустим, описывает, что для такого-то роута, если я посылаю какой-то пост-реквест, я ожидаю, что статус респонса будет 200. Опять же, то есть это параметризация, то есть можно 200, 300, 400, любой код ошибки, можно это все проверить. И это как параметр, опять же, не меняя код, просто вот меняя, добавив еще один сценарий, поменяя там статус-код какой-то нужный. И проверить респонс-бадди, допустим, для какого-то, для нашего реквеста. Все, то есть данный тест это просто копипаст, допустим, да, и если какой-то там не лист, а лист all или еще какой-то роут другой, соответственно, копипаст, тест номер два, expected result поменяли и все. То есть мы, опять же, не кодим, мы сугубо меняем только фичи файл и получаем тест результат и все. А, окей, так, как тут назад, назад вернуть. О тест-репортах. Опять же, мы не паримся, мы не думаем о том, как сделать этот тест-репорт. Есть там возможность интеграции с Allure, есть стандартный кукумберовский тест-репорт. Просто запуск, просто получение тест-репорта и все. И мы ни о чем не думаем. Опять же, то есть, и это все входит там в стандартную поставку, то есть просто May of Independence и дело, собственно, работает. Вот, без кодинга, без дополнительных эфортов. Так, пару слов по тому, что люди ожидают и какие у них бывают ожидания по фреймворку, которые, ну, не оправданы, наверное. И какие проблемы вообще случаются при неправильном использовании инструмента данного. Ну, первое, с чем я сталкивался, это людям, которые привыкли писать тесты в виде юнит-тестов каких-то, да. Для них это просто какая-то адская-адская боль для того, чтобы начать думать на степах. Ну, почему? Потому что, ну, я себе это так понимаю, что люди описывают, пишут, у них очень большое пространство для маневра при написании юнит-тестов, да. Если какой-то плохой код-ревью для него делается, и там пишутся эти тесты там джунами, я не знаю, то человек ему может написать, как он захочет эти юнит-тесты, и ему, в принципе, все равно, как, ну, как нам, как бывает, показывает практика на проектах, что как он написан, есть ли там коды conventions, насколько там качественные коды-ревью и прочее. Вот. При использовании кукумбера, то есть мы от этой штуки отходим, и, например, junior automation инженеры, они не могут уже писать, как это хочется, потому что, ну, уже есть predefined степы, которые всем понятны и всем ясны. И, соответственно, то есть мы убираем какое-то количество ошибок, ну, вот, используя данный подход к разработке программного обеспечения. Бывают ошибки, которые, когда люди вот тоже не хотят разбираться, понимать, какие есть степы, не хотят разбираться, что, собственно, описано, что уже существует, и начинают создавать какие-то свои степы, которые, как бы, ну, практически ничем не отличаются, и вот подобная, как бы, практика, она может вообще испортить и свести на нет все преимущества кукумбера, которые существуют на данный момент. Ну, например, то есть через, там, какое-то полгода было написано 500 sentences, вот, и просто там человеческий мозг, он не тот, что, там, нормальный человек, вообще любой не может просто запомнить количество этих степов, которые существуют для того, чтобы описать какое-то поведение системы. Поэтому должен быть какой-то качественный рефакторинг и качественный ревьювинг написанных предложений каким-то senior staff'ом, вот. Потому что даже и доежки, так, такие, как интеллиджей, да, с плагином, они, ну, не смогут даже с помощью подсказок, ну, показать все возможные варианты описания того бейхевера или другого. И еще я сталкивался с такой штукой, что, опять же, то есть это люди, которые привыкли писать тесты в виде юнит-тестов, и им какой-то волею судеб приходится писать тесты в виде BDD-сенариев, они просто берут юнит-тесты и, как бы, добавляют один вызов в каждый сентенс. То есть они вообще не понимают, зачем нужна вот эта прослойка в виде маппинга текста на Java-код с помощью аннотации. И, ну, тогда надо бить просто по рукам, и иногда это помогает. И еще один случай, что когда, ну, как правило, начинающие люди, которые начинают использовать этот инструмент, они описывают сцена, sentences, степы, sentences и step это одно и то же значение, вот. Они описывают очень сложно, как-то там, чуть ли там не, это, войну и мир как бы пытаются впихнуть в один sentence, и это тоже очень неправильный подход и очень, как бы, усложняет жизнь всем, потому что начинаешь вчитываться, пытаешься понять, что же там все-таки имеется в виду, и это приводит, если таких случаев много, то это приводит к фейлу эпическому, вот, просто. Просто мозг перегружается, он не может там читать очень много текста, и таким образом использование инструмента, оно сводится к нулю, и никто его просто не хочет использовать. И поэтому, то есть, sentences должны быть, как бы, очень краткими и очень, там, понятными. Ну, вот, как я показывал здесь, да, на этом слайде, что, то есть, они тут практически, там, минимум слов и максимум действия, вот, которые происходят на бэкграунде. Собственно, я еще хотел показать, как у нас выглядит структура этого проекта, вот. Но, к сожалению, ну, вот у меня он, что-то не компилируется, потому что так вот всегда бывает перед, но, я вкратце просто пробегусь по вот этому фреймворку, и, ну, как бы, собственно, это помп файл, да, который, там, вот эти все зависимости там используются. Ну, у нас он на базе построен спринга, да, и поэтому у нас тут очень мало, как бы, dependencies со всех, ну, если не использовать спринг, там, и его тоже, там, инфраструктуру, то их будет, соответственно, намного больше. Дальше мы используем конфигурационный файл, ну, тоже это на базе спринга, то есть, мы здесь описываем вот этот base URL, допустим, для какого-то сервиса, и, там, опять же, надо какие-то properties добавить новые, что-то вынести в параметры, это тоже с помощью спринга делается очень просто, то есть, в YAML заносим это property, и, собственно, в классе, в классе модели мы просто добавляем это property, да, и все, и у нас все работает, то есть, и потом просто используем в коде, и это данная property, то есть, опять же, тут, ну, тут вот видно, что это тоже вещи спринга, который позволяет какую-то добавить if, да, при выборе, там, дефолт значения в основном, это используется для дефолта значения, например, для браузера, это мы хром сразу же с этим по умолчанию, вот, если, например, в YAML мы не описали этот браузер, да. Соответственно, все, все, все фичи файлы, все тест-сьюты, они находятся в ресурсах, в тест-ресурсах, здесь, собственно, можно, ну, ложить сюда все, разбивать по папке, ну, и проще, вот. Вот, сам раннер для этих тестов, так как спринг мы ему должны указать, с какими пакетами работать, и какие классы, с каких пакетов будут трактованы, как маппинг для степов, которые описаны в фичи файлах. Мы создали также свой какой-то раннер, но он на базе уже стандартного. Единственное, что мы добавили, вычитку с YAML, ну, эта штука, это бага спринга, и она, типа, никак, если есть какие-то листы в YAML, то эта бага еще не пофикшена, и поэтому мы сами руками вычитываем весь YAML и маппим его на модельный класс. Вот, собственно, подобную, так, собственно, как выглядит класс с маппингом степов на Java Code. Вот, что нам очень удобно делать, это мы для бэкэнд-тестирования, опять же, запоминаем реквест и респонс, который выполнен, и сторим его в переменную, и потом с этой переменой во всех степах работаем. То есть, таким образом мы используем вот этот дополнительный уровень абстракции, который добавляет Spring, который добавляет Cucumber. Вот, собственно, все степы, документация, собственно, как колл происходит, ну, и там логирование, и, ну, тут, как бы, стандартные штуки, ничего тут особо интересного нет. Еще что хотел, а, то есть, в Cucumber, когда мы можем, допустим, где здесь этот, где фичи файл, вот. Вот на строчке 9 мы можем, вот в данном случае мы используем Enum для описания, ну, то есть, для того, чтобы, опять же, минимизировать количество ошибок при написании данного сценария, мы используем Enumeration, да, и, то есть, тут может быть, там, пост, пуст, дели, там, get, ну, стандартные HTTP-запросы, вот. Значит, как мы с ним работаем? Собственно, вот, описывается, в фигурных скобках описываются классы нумерации, которые могут подставляться, и в случае, если там он не будет использоваться, там будет ошибка на уровне компиляции, то есть, тесты дальше, если написать, там, Вася, допустим, request.wosend, да, то просто компиляция не пройдет, и поэтому это тоже обнаружение ошибок на ранних стадиях. Для того, чтобы была возможность использовать подобные классы, да, в описании Sentences, да, мы мы обязаны зарегистрировать вот этот класс HTTP метод, да, в кукумбере, вот. То есть, мы, ну, мы написали такую штуку, которая, вот, то есть, мы берем инумератор какой-то любой, ну, опять же, это для того, чтобы меньше тратить время на maintenance. То есть, мы можем создать любой инум, отметить его как аннотации, вот, ну, подобного, Type Registry Configure Annotation, да, и это будет, значит, и у нас где-то в фреймворке, то есть, мы понимаем, что этот инум нужно зарегистрировать в кукумбере для того, чтобы, вот, компиляция и работа была, ну, нормальная и правильная, да, проходила, вот. И, собственно, опять же, то есть, ну, у нас это получается просто. Добавили новый инум, отметили аннотации и начинаем использовать его в тест-степе. Так, по классам, так, это, собственно, маппинг, да, то есть, если, это по реализации уже несколько таких советов, то есть, если обязательно указывать пэкэдж, в котором нужно искать эти маппинги, маппинги, это в случае использования стресс-спринга, то есть, у нас это реализовано следующим образом, то есть, мы вот просто ввели такую переменную, и тут мы можем через запятую указывать пэкэджи, в которых искать маппинг для наших фиши файлов, вот, то есть, если этот класс находится в пэкэджи, который не входит сюда, просто, ну, степы, маппинг степов не будет найдено. Потом, если использовать кукумбир, есть возможность разделять там с маппинги для разных инвариумент, то есть, для одного инвариумента один степ-дефинишн может значить и выполнять один какой-то метод, да, для другого инвариумента степ-дефинишн может быть другой. Иногда это полезно, но в моем, типа, понимании, что это ведет к какому-то misunderstanding, это более в усложнении фреймворка, и все должно быть просто и без какой-то там скрытой какой-то работы, чтобы это все помнить, где там, ну, что там, как оно маппится и так далее. Поэтому, ну, я стремлюсь к простоте просто. Вот это пример как использование методов. То есть, если мы для какого-то, если мы вот здесь, в фиши файле, там, тут будем использовать скип, да, если нам нужно пропустить этот тест, то вот эта вот штука, она и отвечает за то, чтобы пропустить этот тест. То есть, вот он выполнится перед каждым, перед сценарием выполнится вот этот вот метод, который просто зафейлит данный тест-кейс и делает ему скип, типа, и все. То есть, это такая, если у нас какой-то флаги-тест, и нам нужно его не выполнять, мы просто работаем с тагами подобным образом. Так, это утилит, это утил, которая вычитывает место, куда складывать репорт. Вот. Это я показывал, то есть, это мы extending стандартный раннер, опять же, для того, чтобы работать с багой спринга, и которая касается yaml файлов. То есть, если использовать properties файл, то подобного экстеншена не нужно, и он будет работать как надо. Вот эта штука, это вот тоже, то есть, если заимплементировать подобный интерфейс, да, то вот он как раз и отвечает за регистрацию типов, в нашем случае это инумов в кукумбере, для того, чтобы он мог работать с ними, и мы могли работать с переменными как с инумами, а не как с текстом, ну, что значительно удобнее, и ошибки очень на ранних стадиях, он просто отсекает все. Вот, и тут, собственно, мы находим все инумы, которые у нас есть в нашем фреймворке, и если у них есть эта аннотация, которую я показывал раньше, то мы данный тип регистрируем. Вот, то есть, собственно, сама регистрация, define параметр, вот. И еще такой важный момент, что если мы хотим использовать инум в виде листа, то есть лист инумов, то для него должна быть регистрация в кукумбере другого типа. То есть мы вот, вот на данном примере мы регистрируем как стендалон инумерейшн, да, для вот этой штуки мы используем регистрацию для листов инумов. Дальше, по репорту, ну, стандартная штука, мы вычитали, все наши пропорти мы складываем в yaml файл, и с yaml файлов мы работаем и вычитываем. Тут тоже стандартный кукумберовский репорт билдер, мы ничего не писали, мы просто заиспользовали то, что уже как бы созданной природой до нас. И это все, что нужно, как бы вот эта вся штука, которая нужна для генерации репорта. Вот, в кукумбере. Это степи метод, эта штука нам позволяет работать с вот нашим yaml файлом в любом месте приложения. Там был трюк с тем, что вот напрямую нельзя поставить автовайрд для в раннере, да, и просто не будет, ну, Spring не будет создавать instance application, ну, это yaml, нашего yaml файла, поэтому мы придумали такую штуку, которая просто вот статический field, который вот на постконстракте создает для нас instance нашего, yaml файла. Текст-контекст, вот это тоже главная, очень важная штука. В помощь ней мы производим общение между степами, так как в кукумбере один степ, он выполняется отдельно от другого, и иногда нужно какой-то контекст все-таки между ними сохранить. Ну, например, примером здесь может быть, что мы послали реквест, но мы никаким образом нам нужно запомнить, какой тип реквеста мы и с какими параметрами мы послали. Для этого мы вот создали класс текст-контекст, в котором мы складываем все, ну, все значения необходимые нам. В случае, если это реквест, он нам может понадобиться там для ретрия. То есть, если нам иногда тесты, API-тесты валятся, и нам нужно ретриить. И для того, чтобы его ретриить, нам нужно запомнить вот структуру реквеста, которую мы слали, и просто его там периодически вызывать и ждать, пока он не сланет нужного нам кода и вернет. Ну, это, собственно, вот этот весь раннер наш. То есть, это entry point для нас. Здесь, собственно, минимум какой-то информации. Опять же, то есть раннер кукумбера, он построен на джи-юнит на джи-юнит раннере, и поэтому, как бы, здесь можно использовать джи-юнитовскую аннотацию, afterclass. Но это единственное место, где она будет использована, вызвана и так далее. Ну, авто, before, класс там. Before и after метод, ну, они не работают. Ну, потому что там другая какая-то инфраструктура, и просто не доходит до вызова этих аннотаций. Наш интерфейс, который мы, повторюсь, здесь он маппил, есть инумы, мы маппим, мы аннотируем инум данной аннотации, и таким образом наш феймворк подхватывает любую новую созданную аннотацию у нас в системе. Ну, вот это, это, собственно, фикс для того, как работать с листами в ямл файле. То есть, здесь мы вычитываем все значения с ямла, работаем с со спринг-эктив профайл, да, вычитываем все значения, подставляем какие-то дефолтные, и, соответственно, таким образом уменьшаем просто размер ямл файла для разных инвайронентов. Вот. Ну, на этом, наверное, у меня все. Я ожидаю от вас каких-то вопросов, готов на них ответить. Привіт. Я, напевно,